Доброе утро, крымчане! Сегодня пятница, сегодня 5 апреля, это последний день рабочей пятидневки. Это прекрасный повод прямо с утра выпить чашечку горячего кофе. Или чая. Ну а сейчас на часах 7 утра, это значит, что утро нового дня наступило, и мы готовы провести с вами эти два часа и рассказать о самых главных и интересных событиях. Я думаю, что как раз сейчас ты готова это сделать непосредственно. Да, именно сейчас я уже готова приступить к тому, чтобы рассказать вам о тех событиях, о которых узнали наши корреспонденты и в своих сюжетах уже доложили. Ну а я озвучу, что же произошло у нас в Крыму. На последний кирпич 10 крымских семей из числа реабилитированных в этом году получили деньги на материалы, чтобы достроить свои дома. Они первые, кому полагается единоразовая выплата. На программу из республиканского бюджета выделили почти 19 миллионов. Мария Красновицкая знает, как стать его участником и что для этого нужно. Гульнара Апазова, дочь депортированных, родилась в Узбекистане, переехала на полуостров в 1995 году. И все это время мечтала о собственном доме. Работает медсестрой, живет у отца с матерью. Когда получила землю под Строгановкой, сразу начала строительство. Оно тянется уже 4 года. Дом почти готов. Осталась только косметика и коммуникации. Закончить поможет республика. По программе «Крым» территория межнационального согласия. Гульнара получила финансовую помощь на стройматериалы. В первую очередь мне шпаклевку. Самый этот, я штукатурила уже. Шпаклевка нужна. Пол, потолок. Я одна, сын, рабочих нанимаю. Поэтому вот эта помощь для меня так важна. Начну отсюда. Самое такое для этого. Санузел, кухню. А потом уже дальше. Деньги на завершение строительства получил и Шамрат из Доброго. Его семья вьет свое гнездышко еще с 1993 года. Именно тогда они вернулись в Крым. На этом месте была времянка без света и воды. Существенно ситуация изменилась 5 лет назад. А участие в республиканской программе в 2018-м приблизило новоселье. В душе уже радостно. Все, что это закончится. Это ламинат. Там керамическая плитка. Батареи отопления купил. Ванна угловая. С этими проблемами никак не могли настроить. И потихоньку вот это и работал. То, что мог, то строил своими силами. Такую материальную помощь на полуострове оказывают 2015-го. За это время удалось поддержать больше полутысячи человек. Своё право в этом году уже реализовали 10 семей из числа реабилитированных. Ещё столько же ожидают решения комиссии комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма. Заявитель обязательно должен иметь в собственности земельный участок. Конечно же, отсутствие иного земельного участка в собственности и живого строительства. Кроме того, конечно же, подтверждение дети, супруг, супруга, реабилитированного гражданина. Сумму материальной помощи рассчитывают с учётом квадратуры недостроя и количества членов семьи. Со дня подачи документов до момента выплаты проходит два месяца. В этом году на единоразовые выплаты из бюджета республики выделено почти 19 миллионов рублей. Точно такая же сумма запланирована и на 2020 год. Для того, чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в администрацию по месту жительства. Мария Красновицкая, Алексей Староженко, Новости 24, Симферопольский район. Герои среди нас. Мы начинаем цикл истории о ветеранах Великой Отечественной войны, освободителе Крыма. В нашем сегодняшнем материале расскажем о партизанах Анатолии Клименко и Нури Абибулаеве. Екатерина Серегина пообщалась с ними лично. О подвиге ветеранов на пути к общей великой победе смотрите далее. Толик, давай сейчас оденем пиджачок с медалями. Звон десятков наград, как эхо героических событий прошлого. Большого подвига простых советских граждан. Таким был и Анатолий Клименко. Когда война ступила на крымскую землю, ему было 13. Свой вклад в победу он начал с помощи партизанам. Под видом того, что они типа подростки, все, их мало останавливали. И проносили они туда продукты, рассказывали где, в каком районе там. В основном Белогорский район, где там находились немцы. Позже и сам примкнул к 6-му партизанскому отряду Южного соединения Крыма. В Крыму действовало более 60 отрядов партизан. За все это время ими было уничтожено около 30 тысяч солдат противника, а также пособников нацистов. Апрель месяц особенно значимый для Анатолия Павловича. Потому что именно в это время, 75 лет назад, он участвовал в освобождении Симферополя от немецко-фашистских захватчиков. Май 45-го боец встречал на родной Крымской земле. Сколько радости было. Самое главное, говорит Анатолий Павлович, что сегодня дети и внуки тех, кто воевал тогда, побеждают сейчас уже на других полях, мирных. Поэтому очень любит смотреть спортивные передачи. Я включу канал твой, футбол. Да? Новости Анатолий Павлович не смотрит, но для сюжета со своим участием пообещал сделать исключение. А со своим исключительным гостеприимством нас встречает уже в Бахчисарая семья Абибулаевых. Вот это на даче у нас. Глава семьи Нурей Абибулаев с трепетом рассказывает о родных. И каждый день радует их своим позитивом. А все потому, что этот человек знает цену жизни. Когда он впервые услышал по громкоговорителю, что началась война, еще не осознавал, что ждет его. Первым заданием мальчика была передача устных сообщений. Это просил сделать дядя Костя Буров. Он мне говорит, сходи на рынок, там увидишь того-того. Человек скажи то-то, то-то. Никаких бумажек, ничего нет. В 1943 году усилились облавы на партизан. Нурей ушел в лес и стал бойцом отряда 4-й бригады. Конечно, страшно было. Это сверху самолеты. Корректировку дают, где партизаны находятся, начинают или бомбить с самолетов, или же карательный отряд идет. И кто попадается, не имеет значения, это бабушка, дедушка или ребенок какой-то. Уничтожали. Было тогда место и предательство. Нурей вспоминает, как его жертвами стали дядя Костя вместе с братом. Их выдал кто-то из своих. Буквально за несколько дней до освобождения Симферополя их расстреляли немцы. Жены Бурова Кости и Бурова Сашки узнали по одежде. А так по лицу неузнаваемо было. Их, ну как, над ними издевались, короче говоря. Чтобы они что-то сказали, что такое нормально. Крым освободили. Домой вернулись. Казалось бы, можно было вздохнуть спокойно. Но беда снова зашла в дом Абивулаевых. 18 мая ночью дверь стучат. Вон, собака залаяла. Все такое. Открываем дверь. Двое солдат, офицер. На основании, значит, Верховного Совета все такое вас переселяют в другие районы. Дальше была страшная дорога длиною в 18 суток. По пути прямо в вагонах умирали люди. Нурей и вся его семья выжили. Там в депортации он встретил жену. Там же у Нурей родились и дети. В родной Бахчисарай вернулись в 2000-х. Я желаю всем крымчанам, не имея значения, какой бы национальности они ни были, быть в дружбе и уважении друг к другу. Свои воспоминания и, главное, урок, который два героя вынесли из тех страшных событий, передают младшему поколению. И призывают помнить. Екатерина Серегина, Сейдмимед Кукчеев, Новости 24. Ну что ж, такой была информационная картина глазами наших корреспондентов. Но вот мне хотелось бы добавить, что настоящие герои, просто настоящие герои, сейчас был сюжет ветеранок, и хочется, чтобы они прожили еще долго и, конечно же, достойно. Дай бог так и будет. Действительно, настоящие герои живут среди нас. И порой героизм проявляется в каких-то совершенно невероятных вещах, когда судьба сталкивает человека лицом к лицу с настоящей бедой. Ну, впрочем, наши корреспонденты «Утро» тоже приготовят в свое время сюжеты, но об этом всему свое время. Ну а сейчас я предлагаю присоединиться к нашим коллегам в радиоинной студии. Да, а у нас телемост. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, доброе утро. Здравствуйте, привет вам от «Моста». Да. У вас же так много гостей, мы видим, наверное, какая-то интересная тема обсуждается, и обсуждается бурно. Ну, обсуждаем предстоящий день здоровья и, соответственно, все сопутствующие нюансы. Здоровый образ жизни, здоровое питание, ну и как вообще жить подольше в итоге. Хорошая тема. Я знаю, что сегодня намечаются какие-то мероприятия, мы тоже ее затронем, но у нас еще одна тема, помимо этого, будет обсуждаться, будем говорить об озеленении нашего города. Угу, это уже нужно. Да, давно пора приступать к этому. Душевное здоровье симферопольцев будем поддерживать. Потому что у нас было несколько поколений почетных лесорубов в руководстве города, но пора прекратить эту традицию и озеленять уже наконец-то. Ну да, планы. Последний наш мэр очень любил озеленять экзотическими растениями, как мы знаем. Это тоже тема отдельного. Ну, в общем, что из этого получится, будет ли в ближайшем времени наш город зеленый, узнаем как раз-таки сегодня. Нам об этом и расскажет специальный гость. А увидим через пару-тройку лет. Надеюсь. Да, увидим через несколько лет. Спасибо, друзья. Мы желаем вам хорошего продолжения эфира и тоже стартуем дальше. Да, спасибо вам тоже. Удачи. Спасибо. Ну что же, я думаю, очень важно, чтобы вокруг, для того, чтобы озеленение хорошо прижилось, была хорошая погода. А вот каковой она будет сегодня, мы узнаем из нашей следующей рубрики. Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот смотрю, Саша, на вот эти картинки, которые сейчас были нам продемонстрированы, и понимаю, в каком райском уголке мы живем. И как хорошо, что эту красоту поддерживают, расширяют, что-то добавляют. Например, в скором времени появится музейный квартал Феодосии. И, как заявляют чиновники, он будет одним из самых красивых в Южном федеральном округе. И в этом нет никаких сомнений, потому что проект, который, собственно, уже готов, был представлен и высоко оценен специалистами. Да, ну вот я, например, узнала, что, оказывается, само открытие произойдет где-то через 4 года. И проект предусматривает строительство нового трехэтажного здания для музея Айвазовского. Также там будет выставочный зал площадью полторы тысячи квадратных метров. Это очень много, потому что мы помним, какое сейчас маленькое здание. Оно уютное, но, конечно же, для такой вот картинной галереи слишком маленькое. Для художника такого масштаба, как Айвазовский, действительно немножко не хватает площади. Но площадь Крыма довольно большая, и много в ней удивительных мест. В частности, очень красивых мысов, на которых находятся совершенно необычные объекты, которые стоит рассмотреть. И вот наш журналист, собственно, это и совершил. Об этом в следующем сюжете. Маяк, музей морской тематики, фисташковые и оливковые деревья. Мыс Айтодор богат природными сокровищами. Прогуливаться здесь можно часами, если вы не боитесь крутых подъемов. Каждый уголок таит загадки, разгадать которые может даже самый невнимательный гость. Можжевеловый лес, римский военный лагерь, термы, бани в сочетании с живописными скалами и Черным морем образуют единый природный ансамбль. Местность одувает морской бриз, а воздух здесь целебный. Здесь все живет по законам Черного моря. Именно оно формирует погоду и настроение. Несмотря на то, что еще на улице Февраль здесь уже расцвели нарциссы. В ходе раскопок на мысе обнаружены развалины казарм и руины старого маяка, которые возводили еще греки. Кроме развалин старинной световой башни, здесь лежат остатки римской крепости Харакс. Римская терма на территории бывшего Советского Союза. Она единственная и находится у нас на маяке, на территории маяка. Вот в этом здании была парная, были комнаты отдыха, где гладиаторы устраивали помывку и отдых. Воду отсюда доставляли с горы Айпетри. Прослеживаются все помещения, которые должны быть. Раздевалка, парная, помывочная и открытая площадка для физических упражнений. Когда-то в эту арку в баню входили гладиаторы. Сейчас, как вы видите, тяжело пройти даже мне. Считается, что вода была привозной. Хотя кто бы строил крепость в отсутствии пресной воды? В термах выделялись комнаты для холодных и горячих ванн. Недалеко от римских бань древние бастионы. Чтобы к ним добраться, далеко в лес идти не нужно. В нескольких метрах от дороги – оборонительные укрепления. От казематов остались огромные камни. Бастионы окружают краснокнижные можжевельники и величественные дубы. Вы посмотрите, на скале, практически на скале стоит дуб. И тоже не меньше, чем эта фисажка дикая. Наверное, тысячи лет это однозначно не может. Каждый, кто побывает здесь, словно попадает в царство моря и камня. С древних времен этот острог считался ориентиром для мореплавателя. Неподалеку от маяка сохранился древний лес, где когда-то ходили римские легионеры. Кажется, что здесь все незыблемо. Скалы и лес в ожидании очередных гостей, которые также пытаются раскрыть некоторые тайны древнего мыса Айтадор. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Анатолий Агеев. Древушкой. Николай Первый присвоил звание города, потому что в Ялте стали накапливаться дела, которые были всегда, скажем, подчинены Симферопольскому уезду. И от Симферопольского уезда Ялта была отделена в свой Ялтинский уезд, а поселок был назван городом. То есть сегодня, если бы Николай Первый не проявил такую инициативу, мы бы ездили, наверное, в Ялтинское село или деревушку. Так и есть, но вчера. Вчера, вчера, да. Но я имею в виду сегодня в наших современных реалиях. А, Саша, ты знаешь, что сегодня на телеканалах Первый Крымский и Крым-24 будет ток-шоу «Жестко» в 7.30. И там как раз-таки будут обсуждать тему, где же лучше жить, в селе или в городе. Я думаю, что будут очень жаркие споры на эту тему дискуссии, потому что будут представители и оттуда, и оттуда. И каждый будет доказывать свою точку зрения. Какова же твоя точка зрения? Я же все-таки склоняюсь, наверное, за город, потому что я живу в городе и сегодня не представляю, как жить в селе. Мне кажется, вот там сложнее нам городским приходится. Ну, говорят, что истина рождается в споре. Наверное, так и есть. И сегодня мы об этом, конечно же, узнаем. Но мы двигаемся далее. И следующая наша рубрика – хронограф, где мы рассказываем, что произошло в этот день, но много лет назад. 5 апреля по старому стилю, 770 лет назад, произошло рядовое побоище. Это одна из самых известных битв в истории России. Сражение состоялось на Чудском озере. Рыцарям немецкого Ливонского ордена противостояли ратники Новгородской республики во главе с князем Александром Невским. В итоге русские воины загнали крестоносцев на тонкий весенний лед, одержали победу и отразили нашествие западных завоевателей. 5 апреля в 1977 году с конвейера Волжского автозавода сошел первый серийный автомобиль «Нива». Модель можно смело называть первым в мире внедорожником малого класса. Работа над созданием автомобиля началась еще в 1970 году. Инициатором разработки стал председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Он желал создать вариант «Жигулей», которому было бы под силу ездить в условиях бездорожья. В этот день, 28 лет назад, была основана российская авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Для подразделения была придумана эмблема, щит на голубом фоне которого — ромб из четырех самолетов. Пилотажная группа является участником праздничных мероприятий и традиционных авиапарадов. 5 апреля 1913 года датский физик Нильс Бор заложил основы квантовой теории строения атома. Его идея впоследствии привела к созданию стройной теории движения микрочастиц квантовой механики. 5 апреля в Ялте появилась на свет актриса театра, кино и телеведущая Эвелина Блёданс. Она играла в комик-группе «Маски» в стиле немого кино. В этом сериале девушка исполняла различные роли, но зрителям больше всего запомнился образ медсестры. Также Эвелину не обошла популярность рекламной телезвезды. Фото Блёданс часто мелькают на обложках известных глянцевых изданий. Сегодня свой день рождения отмечает Алексей Волков. Российский биатлонист — единственный в истории семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, призер этапов Кубка мира, четырехкратный чемпион мира по летнему биатлону, заслуженный мастер спорта России. Сегодняшний день богат на научные открытия, но могла бы развиваться наука не будь то, без топлива. Я думаю, что без топлива совершенно невозможно развитие. Я предлагаю прямо сейчас поговорить о ценах на топливо, углеводороды. Итак, один литр газа сегодня равняется 27 рублям 96 копейкам, литр дизельного топлива 51 рубль и 32 копейки, 92-го бензина 47 рублей 21 копейка, 95-го 50 рублей 42 копейки и 98-го 56 рублей 59 копеек. Следует отметить, что цены на топливо вполне стабильны и не поддаются особым колебаниям, по крайней мере, их среднестатистические значения. Но то ли дело валюты. Валюты постоянно изменяют свой курс день ото дня, то падают, повышаются. И вот на сегодня доллар равняется 65 рублям и 32 копейкам. Евро 73 рубля и 42 копейки. Евро поднялся на последние сутки на 10 рублей, прощение, копеек. А доллар, наоборот, упал. Порядка 5 копеек он потерял за последние сутки. Вчера была, в общем-то, противоположная картина. Евро падал, а доллар поднимался. Вот такая вот неустойчивая картина у нас на валютном рынке. Но слава богу, что колебания незначительные и сильно в нашем бюджете пока не отражаются. Саша, мы постоянно рассказываем водителям о ситуации на рынке топлива, и говорим о бензине. Я думаю, многие хватаются за сердце, когда ты озвучиваешь эти большие цифры. А ведь есть совсем другой вариант, как можно было бы легко добираться до работы, при этом не тратясь на углеводороды. Вот, например, канатная дорога. Опять-таки, сегодня мы очень много времени и внимания уделяем Ялте, а там предлагают везде соединить улицы, канатные дороги. Представляешь, как это было бы здорово? Это была бы действительно хорошая идея. А вот дело в том, что буквально недавно активно обсуждался проект внедрения вот такого транспорта канатных дорог в Краснодаре. Но там от него отказались, потому что сочлись с сумасшествием в миллионном городе. Канатную дорогу строить она не перевозит такое количество человек, которое требуется. А вот в Ялте, которая находится на горах, имеет сложный рельеф, и, в общем-то, не сказать, что слишком большой город, порядка 90 тысяч населения. Ну, в общем-то, по-моему, это просто прекрасная идея. Ну, там еще предлагают и монорельсы сделать, если вдруг канатная дорога, кому-то не понравится. Монорельсы, я тоже, считаю, очень хороший вариант. Это удобно, особенно учитывая то, что проложить их собираются вдоль русла речек. Как мы знаем, в Ялте в черте города находятся две реки – Дерикойка и Учинсу. У них уже много лет оборудованные русла, они довольно широкие, потому что мы знаем, что реки эти горные и часто бывают паводки. Ну, вот вдоль них, в общем-то, мне кажется, вполне себе хорошая идея проложить им на рельсовую дорогу. Ну, вот, кстати, о паводках и, кстати, о Ялте. Там сейчас такая ситуация складывается, что один дом находится буквально над пропастью, и любая паводковая ситуация, любые дожди могут его смыть в этот обрыв. И ситуация просто кошмарная. Там побывал наш корреспондент. Разобрался в ситуации. Разобрался в ситуации. Давайте посмотрим этот сюжет вместе, а потом, может быть, даже вынесем свой вердикт. Любимое дело Яны Коваленко – работа в огороде. Все свободное время женщина уделяет саду, ухаживает за огурцами, помидорами и фруктовыми деревьями. В декабре 2018 года все изменилось. Этот дачный сезон ей придется пропустить. Это гостевой дом. Находиться с ним рядом, а тем более заходить внутрь хозяйка запретила. Опасно для жизни. Одна треть территории просела. С каждым днем появляются все новые трещины. О том, что останется без урожая, Яна уже и не думает. Стоит пойти дождю, вода зальет трещины, размоет землю, и часть дачи обвалится в пропасть. Аварийную ситуацию создал сосед, затеявший рядом строительство. Сначала на этом месте пока еще был косогор. Он постепенно его срывал, углубился уже в мой участок метров на пять, на шесть. И за вот эти четыре месяца он все время обещал начать возведение опорной стены, подпорной стены. Но так к работам и не приступил. Как потом это все будет восстанавливаться, каким образом, я на сегодняшний день не понимаю. Чем руководствовался мужчина – один из множества вопросов, на которые ответов нет. Встретиться с ним лично не получается, на звонки отвечает редко, а говорит всегда одно и то же. Я завтра буду сам с тех, кто мы встретимся, и все, я буду начинать. Я на, если я равно эту стену буду делать, и все, буду вот это, что там, разрушится, я буду восстанавливать, Яна. Я это сказал тебе. Если я сказал, я делаю. Пострадали и застройки, и другие садоводы. Здесь ситуация не критична, но кто знает, что будет дальше. Выращивать овощи и цветы большего Михаилу Петровичу не нужно, но делать это становится все труднее. Часть огородов внизу шла, но жаль соседей, на них вообще уже, как бы, им целое горе. Четыре месяца пустых обещаний показали – соседу верить нельзя. В конце марта Яна пожаловалась в городскую администрацию. Решением проблемы занялись сотрудники департамента муниципального контроля. Им, кстати, тоже не удается связаться с горестроителем. Данный факт был задокументирован сотрудниками департамента, составлен соответствующий акт. На настоящее время департаментом проводятся контрольно-надзорные мероприятия с целью установления разрешительных и иных документов, послуживших основанием, либо их отсутствие направленного уведомления к смежному землепользователю о приостановлении каких-либо строительных работ, а также приведения в соответствие земельного участка путем установления противоползневых заборов. Как противоползневая стена поможет висящему над 15-метровой пропастью участку, люди не понимают. Ситуацию нужно решать срочно. Обращаться в суд не хотели до последнего, но другого пути уже не видят. Арматура с зеленой леской указывает на границы соседской территории. Между участками находится муниципальная земля. Несмотря на это, работы велись и здесь. Почему? Это также предстоит выяснить сотрудникам муниципального контроля. Стефан Филатов, Александр Кровец. Утро нового дня. Что ты думаешь по этому поводу? Безусловно, тут нарушение всех строительных норм, потому что строительство на Косогорах всегда подразумевает особые технические условия, а здесь они не были соблюдены. Но здесь уголовное дело, вероятно. Но очень хороший вопрос прозвучал. Чем же руководствовался этот сосед, который допустил такую опасную ситуацию не только для себя, но и вообще для людей? Я думаю, что правоохранительные органы разберутся с этим человеком и выяснят, как же можно помочь исправить эту ситуацию. Да, но давайте перейдем тогда к другой теме. Она позитивная и касается правильного питания. Известно, что сегодня в Симферополе расскажут о том, как же нужно правильно есть. И что же нужно есть. Я не знаю, я еще там не была. Я знаю, что с 12 до 14.00 это мероприятие, эта акция пройдет на улице Пушкина, 3 в Симферополе, где будут людям составлять меню, рассказывать, что надо есть, а что лучше избежать для того, чтобы иметь красивую фигуру. На самом деле, правильное питание – это всегда очень здорово. И это залог абсолютно всех систем органов здоровья их. И это неоднократно мы заявляли в программе «Доктор Левин», которая, кстати говоря, выйдет в это воскресенье в 10 часов и расскажет об одной из наиболее важных проблем, наверное, тем женского здоровья мы коснемся в этой программе. Рекомендую всем неравнодушным посмотреть. Это очень полезная информативная передача. Ну, а я рекомендую не только посмотреть, а сегодня еще и прийти на эту акцию, о которой мы рассказали. Ну, а если нет времени идти на акцию, то сходите, например, в театр или кино. Об этом наша следующая рубрика «Афиша». Сегодня на основной сцене Крымского академического театра имени Горького идет «Сезон любви». Спектакль создан по пьесе венгерского драматурга Миклаша Дьярфаша. «Проснись и пой», но история, рассказанная крымскими актерами, произошла как будто совсем рядом, может быть, даже с вашими соседями. Не унывайте, мир полон музыки и любви. Нужно лишь посмотреть вокруг влюбленными глазами, как это делают герои спектакля. Начало в 19.00. Любители серьезных постановок на новой сцене драмтеатра ожидают вешние воды. Спектакль поставлен по мотивам повести Ивана Тургенева. За душевной простотой здесь угадывается глубокая философия, стремление к анализу человеческих чувств. Многие из нас рано или поздно задаются вопросом, правильно ли они прожили жизнь. Сумели ли остаться верными себе и своей любви. Главный вопрос вешних вод – как не предать свои идеалы и чувства. В эпоху тотального потребления, когда нас постоянно чем-то соблазняют, сохранить верность самому себе особенно важно. Начало спектакля в 17.00. В Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского на малой сцене идет спектакль «Анекдот рассказывай помещикам Лидиным» по мотивам произведений Александра Пушкина. Вы спросите, что же нового может быть в классике? Прелестная и обольстительная героиня, живущая в провинциальной глуши, ставит на место самонадеянного столичного франта, почитавшего молодую женщину легкой добычей. Ироничный поединок здравого смысла и мечтательности, реальности и фантазии легко преодолевает временную дистанцию и вполне узнаваем в событиях дня сегодняшнего. Начало в 19.00. На экранах сегодня супергеройский фильм «Шазам». Билл Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово «Шазам», чтобы из сообразительного 14-летнего мальчишки превратиться во вполне себе взрослого супергероя. А все благодаря древнему волшебнику. В душе он остается ребенком, пусть и во взрослом могучем теле, поэтому поступает так, как поступил бы юнец, получивший сверхспособность и оттягивается на полную катушку в подросшей версии самого себя. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Ну что же, у нас в студии, кажется, есть гость. Я предлагаю прямо сейчас к нему и присоединиться. А я бы хотела добавить, что будем обсуждать еще одно мероприятие, которое состоится сегодня, о котором мы еще не успели упомянуть. Его анонсирует лично Ольга Гаджи, руководитель клуба фигурного катания. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, что же за мероприятие пройдет? Сегодня произойдет невероятное мероприятие для Крыма, по моему, конечно, мнению. Это форум, который называется «Наставничество Крыма». В течение трех последних месяцев мы с группой гражданских волонтеров собирали наставников. Это люди из всяких уголков Крыма, нашей любимой республики, которые высказали свое желание стать наставниками. Наставниками для кого? И что такое наставник? Что такое наставник? Наставник – это, скажем, старший товарищ, который может дать тебе свою точку зрения, немножко помочь тебе, может быть… Посоветовать. Посоветовать, конечно, замотивировать. Да, это вот именно то, о чем вы всегда думаете в присловии «Наставничество». И вот таких людей собралось у нас около 70 человек. Они прошли определенный обучательный проект, да, и также они получили справки о несудимости и справки по здоровью для того, чтобы общаться с детками. С какими детками они будут общаться? Это дети от 14 и старше лет, да, то есть до 20, может быть, и даже до 18, да, любой возраст нас устраивает. Это люди, которые готовы поделиться своим мотивационным зарядом, своим каким-то, знаете, опытом своим жизненным. Что сработало, что не сработало? Нет, это абсолютно разные люди. Это и предприниматели, и работники разных сфер. Это наставничество не только душевное, да, но это и наставничество профориентированное немного. Скажите, есть ли среди этих людей, наставников, какие-то известные фамилии? Ну, среди них, конечно, есть разные люди. И в основном это предприниматели. Это и из общественных советов, и из общественной палаты. И много людей, которые также занимаются уже много лет благотворительностью, да, в нашем замечательном Крыму. Я в этом случае курирую проект, хотя изначально я планировала быть именно наставником. Это моя глобальная цель. Это первый проект у нас в Крыму такой, поэтому очень много разных шероховатостей. Пришлось сглаживать их все. Вот, и сегодня этот проект, он может быть немножко сыроват, но мы очень хотим попробовать, поэтому сегодня... Первый раз он проходит? Он вообще впервые у нас в Крыму, на материке он уже запущен, около полутора лет работает. У нас это впервые. Ну, а какие вопросы будут озвучены, как вы думаете? Ну, смотрите, очень много вопросов у детей именно по профориентации, потому что дети выбраны такого возраста, который перепоступают. Допустим, они выходят из школ, поступают в ПТУ или в вузы высшего учебного заведения. И мы как раз хотим помочь им, может быть, знаете, дать немножко правильную точку зрения, немножко подкорричировать их выбор как-то так, потому что, ну, вы же знаете, как это бывает, вы сами поступали, я уверена, я в свою очередь поступала почти пять раз. Скажите, пожалуйста, вы сказали 70 человек наставников, а сколько же ожидается их, так сказать, учеников? Смотрите, в основном мы сделали упор на деток, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это деток из спецшкол, из интернатов, деток на опекунстве и малоимущих, многодетных, да, семей. Мне бы очень хотелось, так как я сама из многодетной семьи, мне бы очень хотелось помочь именно таким детям изначально. Но мы для себя не ограничили этот вопрос. Мы приглашаем сегодня всех детей, которые могут от 14 до 20 лет прийти на наш форум. Там будет очень вкусный кофе-брейк, и там же, конечно, будет концертная программа, можно будет отвлечься, посмотреть и поговорить с наставниками, которые будут в свободном доступе представлять свои презентации сегодня. А можно не только детям, потому что я иногда тоже нуждаюсь в наставнике. Вот когда мне нужен совет, я не знаю. Это было бы замечательно, это было бы чудесно, конечно. Во-первых, это люди, которые готовы вам помочь и замотивировать. Они сами нуждаются в этом на самом-то деле. Я как человек, который занимается благотворительностью много лет уже, нуждаюсь в этом, я без этого не могу. Так и наставники, я думаю, огромное им благодарность за то, что они вызвались. Конечно, это очень ответственное мероприятие, потому что взаимодействие с детками, они собираются целый год. У них прописана эта программа. И, конечно, если вы сможете прийти, пожалуйста, приходите. Взрослые дети, во-первых. Во-вторых, может быть, вы увидите себя в роли наставника и запишетесь к нам, потому что этот проект, он не заканчивается. Мы продолжаем его и хотим сделать его максимальным. Сегодня это будет некий срез. То есть посмотреть, работает ли это, интересно, можем ли мы это постичь вообще, готовы ли мы к этому. Вопрос, скажите, а вот получается, что нет каких-то предварительных списков, и каждый желающий может просто взять и прийти. Да, детей предварительных списков мы не составляли. Мы обзвонили специальные учреждения, соцслужбы, провели работу с Министерством образования, с администрацией. Но наставники списки у нас, конечно же, есть. Они прошли очень сложное анкетирование из нескольких страниц. Они подали свои документы еще три месяца назад, мы подробно с ними проработали все эти нюансы. Они прошли два раунда обучения, и еще будет у них два раунда. Вот вы произнесли такое слово «замотивировать». Оно довольно сложное и слишком объемное. Что подразумевается под ним? Что я конкретно подразумеваю под этим, это дать немножечко своего одохотворения, то, чего во мне присутствует каждый день, дать немножко своей радости к жизни, объяснить, что случаются провалы. Такое бывает, это нормально, что не каждый день светит солнце, но после дождя тоже и радуга выходит, и становится все замечательно. Ольга, ну вот вы возглавляете клуб фигурного катания, а какое это отношение имеет к нему? Я больше 12 лет занимаюсь с детьми. Я преподаватель, много-много лет, я занимаюсь с 14 лет, уже работаю. И я просто люблю детей, ничего не могу с этим сделать, видимо. Изучили их психологию, понимаете, что им нужно. Да, я работала и в спецшколах, я работала и за границей несколько лет с детками. И теперь, когда я нахожусь здесь уже долгое время, мне очень хочется помогать. Поэтому я занимаюсь благотворительностью, в частности, помогаю учреждениям, да, спецшколам с какими-то нуждами, там, телевизоры или памперсы и так далее. И в частности, мне бы хотелось и в этом случае помочь, то есть тем детям, которые уже постарше. У нас остается очень мало времени. Давайте напомним, во сколько и где пройдет это мероприятие. Сегодня в ДКП, это Дворец культуры профсоюзов Киевская, 115, с 12 до 18. Вы можете в любое время заходить на наше мероприятие, двери открыты. Это мраморный зал, второй этаж. Большое вам спасибо. Я думаю, что крымчане с удовольствием придут и послушают наставников и замотивируются. Я напоминаю, что у нас в гостях Ольга Гаджи, руководитель клуба фигурного катания «Жемчужина». Жемчужина. И, собственно, учредитель этого прекрасного мероприятия «Наставничество Крыма». Приходите, дорогие друзья. Ну, мы двигаемся далее. И далее у нас «Крым онлайн». Рубрика, в которой мы рассказываем о том, о чем же говорит крымский сегмент интернета. Перекресток улиц Чехова и Красноармейской в Симферополе уже прозвали самым опасным в крымской столице. Количество разбившихся здесь машин только с начала года исчисляется десятками. Очередная авария попала на видеорегистратор. В социальных сетях предлагают установить в этом месте шлагбаум. Может, тогда количество ДТП снизится. Цирковые трюки можно увидеть не только под куполом, а и на дорогах Крыма. На трассе Таврида между селами «Крымская роза» и «Ароматная» подростки устроили опасное шоу. Неизвестно, оценили ли этот номер водители, ехавшие за машиной. А вот другой случай, связанный с детьми. В этот раз аварии избежать не удалось. Водитель «Камаза» влетел в забор, чтобы не наехать на школьников. ДТП произошло в селе Колодезное Симферопольского района. По словам очевидцев, никто не пострадал. В Севастополе развернулась операция по спасению дельфина. На берегу казачьей бухты волонтеры всю ночь дежурили рядом с больной Афалиной. Млекопитающему удалось помочь. Через время дельфин вернулся в море. Сейчас ветеринары пытаются его найти, потому что терапия не окончена. В Крыму ожидают известного американского актера Дольфа Лунгрена. Сюда он приедет для участия в съемках фильма о Великой Отечественной войне. Звезда боевиков исполнит роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельтмана. Съемки будут проходить в начале лета и следующей весной. В Севастополе на берегу моря были замечены болтливые чайки. О чем переговаривались птицы, можно только догадываться. Такие прекрасные чайки. Мне кажется, это прекрасный повод поговорить о животных. О животном мире, да. Тем более, периодически нас смешат эти новости, которые мы находим в интернете. Но вот следующая новость, она оказалась не такой смешной, хотя звучит забавно все-таки. Я бы сказал, сатирическая новость. Дело все в том, что наш с вами согражданин, коллега по гражданству, будучи на Бали, решила увезти оттуда совершенно необычный сувенир. Видимо, все-таки человек, он был глубоко душевный и очень хотел, чтобы у него был прекрасный питомец. Ну расскажи, кто это был? Это был орангутан. Человек засунул детеныша орангутана в чемодан, предварительно напоив его снотворным. Ну, в общем-то, так его и пытался провести. Он был предусмотрительный. И даже более того, чтобы животное вдруг не проголодалось во время долгого полета, а полет длится на секундочку почти 12-15 часов, то он ему положил баночку детского питания туда. Какой заботливый! Сложил в чемодан этого орангутанга. Укутал в теплое одеяло. Да, и сложил баночку детского питания. Но вообще, конечно, это совершенно не забавная, не смешная ситуация. Неизвестно, как он нашел это животное, как он вообще все это умудрился провести. Но самое главное, когда его спросили, зачем вы это делаете, он сказал, это мой друг, я его хочу забрать с собой. Но мне кажется, с друзьями так не поступают, согласитесь. Абсолютно верно. Но если вдруг у вас еще не появился друг, который бы вам грел душу и сердце, то следующий сюжет как раз для вас, потому что там прекрасная собачка ищет как раз доброго, любящего хозяина. Чуткая, уникальная Джули ищет дом. Послушная, умная, способная в дрессировке. Возьмите, никогда не пожалеете. С ней приятно общаться. Она любит людей. Звоните. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. А мы продолжаем цикл передач, посвященных очень важному юбилею 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Я напомню, что наша телерадиокомпания совместно с актерами русского драматического театра имени Горького подготовили специальные ролики. И один из них мы предлагаем вам посмотреть прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне насчет войны вел беседу Теркин. И неслышно у него просят. Ну-ка, на ночь, расскажи еще чего, Василий Иванович. Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится. Нет, ребята, спать пора, начинай стелиться. К рукаву припав лицом, на пригретом с горки, меж товарищей бойцов лег Василий Теркин. Тяжела, мокра, шинель, дождь работал добрый. Крыша неба, хата ель. Корни жмут под ребра. Но не видно, чтобы он удручен был этим, Чтобы сон ему не в сон где-нибудь на свете. И приник к земле сырой, одолен истомой. И лежит он, мой герой. Спит себе, как дома. Спит, хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче. Спать за прежний недосыпь. Спать в запас научен. И едва ли герою снится, всякой ночью тяжкий сон, Как от западной границы отступал к востоку он. Как прошел он, Вася Теркин, из запаса рядовой В просмоленной гимнастерке сотни верст земли родной. До чего земля большая, величайшая земля. И была б она чужая, чья-нибудь, а то своя. Сгинь, видно, ночь вокруг, И бойцов сгрустнется. Только вспомнит что-то вдруг, Вспомнит усмехнется, И как будто сон пропал, Смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал Теркин В наш род. Спасибо большое актерам За проникновенное прочтение Этих стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне. Это действительно стоит обратить на это внимание, Потому что все-таки 75-летие Это довольно значительная дата. Без малого, в общем-то, век. Страшно представить, что события были Так давно и так недавно. Да, и уже много поколений, конечно же, сменилось. Но еще живы те, кто может нам Об этом поведать и рассказать. И хотелось бы им пожелать Очень крепкого здоровья. Хотелось бы, чтобы мы, следующее поколение, Были достойны тех подвигов, Которые они совершили ради нас. Абсолютно верно. В качестве небольшого анонса Расскажу, что корреспонденты Нашей редакции «Утренней» Тоже сделают очень интересные репортажи, Посвященные тем немногим, Которые остались. Но это будут теплые душевные истории. Так что ждите их в наших эфирах. Ну, очень много, конечно же, Мы сделаем для того, чтобы посвятить И достойно отметить эту дату. Но сейчас я хотела бы рассказать О событиях уже другого города, Города Сочи. И, наверное, событиях уже наших Сегодняшних реальных дней. Они касаются футбольного поля И необычного изобретения, Которое там придумали. Дело в том, что из пластиковых стаканчиков Сделали то самое футбольное поле. Действительно, пластиковый мусор В частности, посуда одноразовая. Это большая проблема. Как мы знаем, пластиковый мусор Он очень плохо разлагается. Точнее, вообще не разлагается. Потому что это вещество химически инертное И, в общем-то, довольно устойчивое. Его переработка сейчас стоит На, наверное, одном из передовых вопросов экологии. Поэтому вот такой способ Избавиться от надоедливого пластикового мусора, Сделав из него поле, На котором люди могут вести здоровый образ жизни. Это просто прекрасная идея. Это очень хорошая идея. И ты знаешь, как к этому необычно подошли? Дело в том, что там, не подумайте, Сделали поле из этих пластиковых стаканчиков, Которые, допустим, уложили донышками вверх. Нет. И из них сделали такие небольшие гранулы, Которые потом растянули С помощью высоких температур в нити. И эти нити сложились друг с другом. Из них получилось то самое поле, На котором смогут играть футболисты. Для этого потребовалось 50 тысяч штук Этих уже невостребованных стаканчиков. Ну, вот такое вот изобретение Обошлось в 10 миллионов рублей. Но зато очень полезное. Кстати говоря, в Европе и странах Евросоюза До 2022 года полностью избавятся И откажутся от изготовления И применения пластиковой посуды. Вся посуда будет исключительно Происхождение целлюлозного Или даже есть такие проекты Изготовление ее из водорослей. То есть такая посуда будет буквально за месяц Полностью разлагаться И не оставлять после себя никакого следа. Я думаю, что рано или поздно Мы тоже к этому придем. Ну, а я бы хотела добавить, Что в Японии тоже кое-что придумали. Необычное. А там, правда, это не касается мусора И его утилизации. Это касается того, Как правильно расслабиться После рабочего дня. Вот, например, пришел домой Человек уставший И может сразу же это сделать. А вот что именно? Как релаксировать? Давайте посмотрим из нашей следующей рубрики. Но там не только об этом. Там еще есть очень забавные новости интернета. Японию не зря называют Страной высокой культуры. Сейчас там набирает популярность Новая форма медитации. Взрослые люди с головой пеленуются в ткани И качаются из стороны в сторону, Чтобы расслабить мышцы И почувствовать себя в безопасности. Судя по видео, Спрос на процедуру растет. В Свердловской области Пьяные жители устроили фаер-шоу. Только место для этого выбрали Неподходящее – автозаправку. На кадрах видно, Что молодые люди курят рядом с бензоколонкой. И в какой-то момент Она загорелась. В Малоярославце Путь к знаниям Действительно тернист и сложен. Чтобы пройти в школу, Нужно преодолеть череду препятствий. Возвращающегося из учебного заведения Ребенка засосало в болото, В которое превратились Тротуар и дорога. Французские полицейские Объявили о приеме на работу Кроликов. Ушастые будут искать контрабанду. На видео девушка с черным зверьком На руках рассказывает о преимуществах Этих животных перед служебными собаками. Правда, потом оказалось, Что нововведение – всего лишь шутка. В Якутске парень добровольно убирает мусор. За 8 лет Антон Васильев Собрал 7 тысяч мешков с отходами. В свободное от работы время Парень помогает семьям, Попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Учиться, учиться и еще раз учиться. Непреодолимая тяга знаний Привела американского козла К школьному автобусу в Юте. Но пройти фейс-контроль Ему все равно не удалось. И погладить, и покататься. В столице барышня Рассекала по улицам, Стоя на гладильной доске. Русская смекалка в действии. Пользователи социальных сетей Оценили приспособления. Некоторые даже предложили Свои варианты использования доски. Я думаю, что на такой доске По Симферопольским улицам Было бы проблематично проехать. А я с тобой не согласна. Вот, например, можно было бы Заехать на площадь Ленина. Там очень много пространства Для того, чтобы кататься На гладильной доске. Ровно как раз сейчас Мы эту площадь вам и покажем, Дорогие друзья. У нас есть веб-камеры, Которые транслируют для вас Происходящее прямо сейчас. И как мы видим, Площадь Ленина В общем-то, действительно Людьми пока еще не заполнена. И мы видим, что никто не катается На досках, ни на каких. Ни на гладильных, ни на обычных. Вообще следует отметить, Что, конечно, учитывая Большое пространство Этой площади, Скейтеры и прочие роллеры Там частенько Любят проводить время. Ну, а раньше, я помню, Там собирались байкеры. Тоже было какое-то время. Но сейчас у них Другая точка локации. И эта площадь полностью Освобождена для прогулок. Я предлагаю двигаться дальше Посмотреть еще какую-нибудь площадь, Которая украсит утро Сегодняшнее наших телезрителей. Для этого я перемещаюсь В следующий город. Да, и это сразу Узнаваемое место, Площадь Нахимова в Севастополе. Действительно, мы видим, Как всходит солнце. Видны мачты кораблей, Причем парусных. Это очень красиво. Это украшает город. Вечно зеленая растительность. И платаны, на которых Уже набухли почки. Видно даже на веб-камерах. Весна пришла весне дорогу. Ну, а я бы хотела еще добавить Кое-что по этой площади. Что там, например, Как всегда, Будет проходить парад победы 9 мая. И будет очень много Военной техники. Я уже предвкушаю эти события. Я знаю, что всегда в Севастополе Очень много людей собирается. Даже практически уже за день Невозможно туда ни подъехать, Ни забронировать какой-то номер. Поэтому, если вы не хотите Пропустить мероприятие, Обязательно займитесь сейчас Бронированием. Ну, а следующий наш пейзаж Совсем прекрасен. Это, конечно же, Город на берегу моря, Которому мы сегодня Столько много внимания уделили. Это Ялта. Солнечная жемчужина Нашего полуострова. Мы видим, как восходит солнце. И пока еще город черный. Он в контрсвете. Но уже хорошо видны верхушки кедров, Которые украшают этот курортный город. Ну, черный он, Саш, Потому что камера неправильно расположена. И на нее падает тень. Вернее, тень падает на город. И именно такой обзор Ухватила камера. Но в целом, хотелось бы сказать, Что выглядит этот город Красиво и замечательно. И наш корреспондент Туда недавно отправился И совершил путешествие. Мы предлагаем сделать это вместе с ним. Когда мы говорим о Ялте, Все сразу представляют горы, набережную, Пальмы и большое количество туристов. Пора показать город с другой стороны. Его история богата на интересные факты. Улица Русвельта находится в самом сердце Ялты. По архивным документам Значится как первая в городе набережная. Здесь находится здание Бывшей городской думы, Построенное в 1897 году Архитектором Николаем Тарасовым. Рядом известная гостиница Крым. Но, к сожалению, видно, Что оба здания нуждаются в реставрации. Когда-то гостиница принадлежала графу Мордовину. Здесь был его доходный дом. Справа знаменитый графский проезд. С его именем, кстати, связан архитектурный казус. На картах 1917 года он обозначается в другом месте. Дальше по улице торговые ряды. Сейчас в них современные магазины. На верхних этажах жилые квартиры. Эта часть города благоустроенная и очень ухоженная. Правда, дорога узкая и неудобно гулять из-за припаркованных машин. Сворачиваем в ближайший закоулок. Таких в Ялте много. Особенности строительства в горной местности. Карту я не смотрела. Доверюсь интуиции и прохожим. Вот вы, если выйдете, посмотрите, сохранены арки, ворот, куда загоняли кареты. Если я все верно поняла, значит, по прямой должна быть улица Дрожинского. Параллельно ей находится улица Светлова. Так, нам сюда. Местные жители в названии делают ударение на букву Е. Хотя свое имя улица получила в честь революционера Якова Свердлова. Идем по прямой к легендарной улице Дрожинского. Вот потом Низима Сандровская старая, потом до Актера, что да. Местный народ отзывчивый. С удовольствием рассказывает о родном городе. Галина Евдокимова переехала в Ялту в детстве и прожила здесь всю жизнь. Старую часть курорта знает вдоль и поперек. Вот это вот новое построили, те, которые курортникам, это старое, это 1900 с чем-то в году, или в 17-м, или в 16-м, вот это вот. Вот где я живу, Дрожинка 19, у меня 1912-го. А как у вас внутри дома? Осталось еще что-то от истории? Или он только внешний? Нет, ничего не осталось, а все переделали. На самом деле не все. На Дрожинке есть что посмотреть. Хозяева некоторых домов постарались сохранить первоначальные элементы облицовки. Вот это гнеткий дом, видите, он с камня так сделал, это греки так строили дома. Чисто вот, видите, чисто идет камня. А татары они строили здесь так, это самое, чисто глина. Сам Леонид Свершок живет в здании 1905-го года. Помнит, как однажды в гости заглянули потомки бывших владельцев. Таких домов здесь много, они пересекаются с современными, построенными уже в советское время. Кто здесь только не жил. Улица похожа на петляющую ленту. Почти все постройки здесь имеют вековую историю. Например, в этом доме в 1914-м жил Юрий Дрожинский. В честь него и названа эта улица. А практически в каждом доме находится кафе, магазин или гостиница. Сочетание весьма необычное. За счет этого выглядит улица очень колоритно. Так и хочется зайти в каждый подъезд и дворик. Да и люди тут приветливые. Это единственный домик на Дрожинке остался, который... Вот именно Дрожинка была вот такая вот. Тут 20 домов было, вот такие домики. Маленькие? Ну да, тут рыбаки жили. Ходит легенда, что место для жительства они выбрали не случайно. Какая погода ощущалась на этой улице, такая же ждала их и в море. Рядом с маленькими деревянными и глиняными домами вход в один из самых старых дворов. Уже каменный, построенный при Николае Первом. Над аркой висит номерной знак еще с 1836 года. И вот это у нас такой домик образовался. Это купеческий. А пойдемте, это ворота уже с вами. А знаете, какой именно купец там жил? Купец Ломаев. Сейчас почти в каждом доме современные технологии и ремонт. Но до сих пор в закромах жители периодически находят разные сюрпризы из прошлого. Я в сарае у себя копался, нашел две лапты таких вот. Написано 1836-1838 год. Прачечная стоит. У нас здесь стоит казан такой, в котором белье варят. Ключа у меня нет. И ванна мраморная. Да вы что? Да, мраморная, цельная ванна такая стоит. К сожалению, попасть в гости нам не удалось. Ключи Александр не нашел. Верим на слово и идем дальше. А вот на этой стене сохранились остатки объявления, датированной 1902 годом. Что это было, сейчас сказать сложно. Ялта – место контрастов. И если вам кажется, что были вы везде, то загляните в старую часть города, которая каждый раз открывается по-новому. Татьяна Балыкина, Рустам Файзулин. Утро нового дня. Доброго всем утра. Сегодня пятница, сегодня 5 апреля. И это, в общем-то, повод порадоваться, потому что выходные не за горами. А я напомню, что с вами сегодня Салья Салямова и Александр Ткачев. И у нас впереди еще целый час информационного путешествия. Мы работаем в прямом эфире, сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». Готовы вам сообщать только самые радостные и интересные новости. И сейчас на часах 8.00, а это значит, что время новостей. Время о них рассказать и поведать. Ведь наши корреспонденты так старались для того, чтобы узнать только самое интересное и донести это до вас. В традиции со вкусом предприятие «Массандра» наращивает темпы производства. Впервые за 4,5 года оно стало прибыльным. Ежегодно обновляется оборудование для изготовления и выдержки пьянящего напитка. Чем живет и как развивается крымское виноделие в материале Анастасии Кошель. Работа на виноградниках крымского предприятия «Массандра» никогда не останавливается. Круглый год виноградари следят за лозой. Сейчас сезон подвязки. Алексей Максимов за день может обработать гектар виноградника. Работа мне нравится. Наверное, у нас у всех, у славян, корни уходят, так сказать, к земледелию. Поэтому мне здесь очень комфортно. Предприятие с многовековой историей продолжает наращивать темпы производства. В планах новые масштабные посадки. От фороса до судака общая протяженность виноградника 180 километров. В прошлом году с полей собрали 17 тысяч тонн урожая. В этом году планируют побить прошлогодний рекорд. Точные цифры аграрии не называют. Но прикладывают все усилия, чтобы на крымском солнце выросло как можно больше винограда. Сейчас идет подготовка к тендеру. Мы будем приобретать большое количество тракторов. Свыше 40 единиц тракторов. Также свыше 40 единиц прицепной техники, опрыскиватели, лозоизмельчители. Для выдержки самого солнечного вина «Мадеры» закупили сотню новых бочек. Привезли из соседнего Краснодара. Материал – 80-летний дуб. Теперь емкости подготовят к использованию. Бочку будем готовить в районе месяца. Мы будем ее вымывать, выпаривать, снимать с кислоты, убирать лишние танины. Сначала несколько дней выдерживаем их под водой. Вода сливается, смотрится в каком водосостоянии. Такой процесс повторяют до семи раз. Вместе с тем на предприятии восстанавливают старые бочки. Их обновляют по традиционной технологии. Тара для вина – часть будущего вкуса. Иван Романченко отдает бочкам частичку души. Она прошла пропарку, клепку. Нагревание мы размягчили, чтобы она более плотнее села. И сейчас можем набить об руча. Наполненные бочки хранятся на открытых площадках или в подвалах. В этом вина четырехлетней и трехлетней выдержки. Алексей Якименко делится главными секретами качественного напитка. Самое основное и самое главное – только хороший человек хорошими, добрыми, теплыми руками и с хорошими намерениями может сделать то вино, которое будет восхищать ценителей. Современное оборудование – гулый звон бутылок. Именно тут вино разливают, чтобы оно попало на стол к покупателю. Ежедневно с этого конвейера сходят 80 тысяч бутылок. С начала года предприятие изготовило уже больше трех миллионов. Сегодня традиционный напиток полуострова отправляют на экспорт Белоруссию, Китай, Казахстан и Республики Донбасса. На предприятии планируют расширить географию продажи, чтобы как можно больше людей смогли попробовать Крым на вкус. Анастасия Кошель, Игорь Пенищук, Новости 24, Большая Ялта. Развитие связей в бизнесе из Индии в Крым прилетела делегация предпринимателей. Это более сотни представителей туристических фирм. Они собираются наладить отношения с местными отелями и другими курортными объектами. Своими планами гости поделились с Дмитрием Поповым. Милан Кумар – генеральный директор индийской туристической фирмы. В Крым прилетел впервые. Здесь он планирует наладить взаимодействие с бизнесом, чтобы предложить новые направления для жителей своей страны. Я из Мумбаи. У меня большое туристическое агентство. Для нас это новый регион. Надеемся, что нам понравится. Тогда будем возить сюда туристов. А вот директор туристического информационного центра Параж Гавани с полуостровом знаком хорошо. Он не сомневается. Крыму есть что показать. Гости сравнивают полуостров с Гоа. Здесь есть пляжи, природа, пещеры, дворцы. Много всего. И самое главное – тут приятные люди. В делегации 108 человек. Все представители туристического бизнеса. Здесь они ознакомятся с курортной инфраструктурой. Этим летом в Балужске и Ялте уже будут работать отели, ориентированные на гостей из Индии. Обслуживать готовы, учитывая культуру народа. По приему пищи даже они могут не разрешать быть вместе. Несколько направлений. Розетки у них другие. Это должно быть учтено. В санузлах должно быть определенный набор предметов. Как отмечают гости, опасений за санкции у них нет. Уверены, бизнес должен быть вне политики. В Крыму делегация пробудет пять дней. За это время они посетят Симферополь, Севастополь и южный берег Крыма. Дмитрий Попов, Алексей Стороженко. Новости 24. Симферопольский район. Ну что ж, это все новости выпуска. Но, кстати, мы вчера эту тему обсуждали и говорили, что у нас ожидаются гости издалека. В частности, из Индии и Китая. И мы свое слово сдержали. Они приехали к нам на следующий день после того, как мы об этом рассказали. Нужно отметить, что Крым, в общем-то, притягательен не только для туристов, но и сфера образования. Наша традиционная, которая имеет довольно глубокие исторические корни, тоже притягательна для стран Азии и других стран, в частности, Африки некоторых. Мы напомним, что Крымский федеральный университет, его медицинская часть, медицинская академия имени Сергея Ивановича Георгиевского, по-прежнему обучает студентов иностранных, которые в большом количестве готовы учиться у нас уму-разуму и медицинским премудростям. Так что Крым довольно притягательен. Но самое главное, что там проходит обучение на английском языке для иностранцев, что, представляете, как это удобно для них, ведь все эти термины объяснить на русском языке достаточно сложно. Это очень сильно ускоряет процесс обучения, ну и нужно отметить, что тем самым повышает квалификацию преподавателей, ведь теперь они могут не только читать русскоязычные издания, но и иностранную литературу. Ну, а сейчас я бы хотела перейти к другим новостям, в частности к тому, что в Симферополе, представляешь, ищут боевиков и спецназовцев. Ну ты бы за спецназовца, наверное, сошла. Ты думаешь, я так плохо выгляжу? Абсолютно в этом уверена. Наоборот, хорошо. Ну да, дело в том, что ищут боевиков, но ищут актеров для того, чтобы они могли сыграть такую роль в фильме, который будет у нас летом сниматься, это будет художественный фильм, поэтому нужны очень сильные и крепкие мужчины, которые смогли бы взять на себя такую вот ответственность. Если вы неравнодушны к кино, то, пожалуйста, милости просим, поучаствуйте в съемках, быть может, это станет стартом вашей артистической карьеры. Но что же касается кино, то очень много чего интересного происходит на наших театральных подмостках и кинотеатрах. Давайте об этом посмотрим в следующем сюжете. Сегодня на основной сцене Крымского академического театра имени Горького идет сезон любви. Спектакль создан по пьесе венгерского драматурга Миклаша Дьярфаша. Проснись и пой, но история, рассказанная крымскими актерами, произошла как будто совсем рядом. Может быть, даже с вашими соседями. Не унывайте, мир полон музыки и любви. Нужно лишь посмотреть вокруг влюбленными глазами, как это делают герои спектакля. Начало в 19.00. Любители серьезных постановок на новой сцене драмтеатра ожидают «Вешние воды». Спектакль поставлен по мотивам повести Ивана Тургенева. За душевной простотой здесь угадывается глубокая философия, стремление к анализу человеческих чувств. Многие из нас рано или поздно задаются вопросом, правильно ли они прожили жизнь. Сумели ли остаться верными себе и своей любви. Главный вопрос «Вешних вод» — как не предать свои идеалы и чувства. В эпоху тотального потребления, когда нас постоянно чем-то соблазняют, сохранить верность самому себе особенно важно. Начало спектакля в 17.00. В Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского на малой сцене идет спектакль «Анекдот рассказывай помещикам Лидиным» по мотивам произведений Александра Пушкина. Вы спросите, что же нового может быть в классике? Прелестная и обольстительная героиня, живущая в провинциальной глуши, ставит на место самонадеянного столичного франта, почитавшего молодую женщину легкой добычей. Ироничный поединок здравого смысла и мечтательности, реальности и фантазии легко преодолевает временную дистанцию и вполне узнаваем в событиях дня сегодняшнего. Начало в 19.00. На экранах сегодня супергеройский фильм «Шазам». Билл Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово «Шазам», чтобы из сообразительного 14-летнего мальчишки превратиться во вполне себе взрослого супергероя. А все благодаря древнему волшебнику. В душе он остается ребенком, пусть и во взрослом могучем теле, поэтому поступает так, как поступил бы юнец, получивший сверхспособность и оттягивается на полную катушку в подросшей версии самого себя. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Если вы собираетесь в кинотеатр, то, может быть, вам пригодятся цены на бензин, если у вас есть свой транспорт. Это весьма актуальная информация, которую собираем мы ежедневно, чтобы поведать вам самые актуальные расценки на топливо. Итак, сегодня 1 литр газа стоит 27 рублей 96 копеек. Литр дизельного топлива 51 рубль и 32 копейки. 92-го бензина 47 рублей 21 копейка. 95-го 50 рублей 42 копейки. И самый дорогой традиционно 98-й бензин 56 рублей 59 копеек. Цены на топливо всегда тесно привязаны к валютам, поэтому я предлагаю прямо сейчас перейти к ценам на валюты. Итак, доллар сегодня равняется 65 рублям 32 копейкам за единицу. Евро 73 рубля и 42 копейки за единицу. Евро за прошедшие сутки подрос, а доллар упал. Противоположная ситуация была вчера. Доллар поднимался, а евро падал. Некоторая нестабильность, но в целом она колеблется порядка 10 копеек. Это незначительные колебания курса. Саша, я бы хотела перейти к другой теме, к другому вопросу. Очень часто себе задают этот вопрос. А вот если, например, есть нужда заступиться за человека, но ты знаешь, что это может обернуться для тебя плачевно, заступиться или нет все-таки? Как ты думаешь? Тут уж вопрос совести скорее, насколько человек готов. Но в целом очень часто конфликтные ситуации оборачиваются для заступника. Не всегда благоприятно. Да, я тебя понимаю, ты абсолютно прав. Дело в том, что, например, вчера один боксер решил заступиться за молодого парня, которого избивали трое хулиганов. Ну а так как он боксер, ему достаточно было одного удара в голову, чтобы человеку нанести травмы. Конечно же, тот, кто избивал, сам оказался избитым, попал в больницу. Но в итоге боксеру грозит до 8 лет лишения свободы. В общем, здесь опять очередной раз задумаешься, а заступаться ли тогда за кого-то. Действительно, ситуация, в общем-то, типичная. Такие случаи хорошо известны. Некоторые, кстати, делают такие вот выпады для того, чтобы попасть в интернет. Да, я с тобой полностью согласна, когда наоборот начинают заступаться для того, чтобы красивую картинку снять, показать себя бравым героем именно в интернете. И об этом наш следующий сюжет тоже. Мы собрали новости, что касается крымского сегмента интернета, и предлагаем вам их посмотреть. Перекресток улиц Чехова и Красноармейской в Симферополе уже прозвали самым опасным в крымской столице. Количество разбившихся здесь машин только с начала года исчисляется десятками. Очередная авария попала на видеорегистратор. В социальных сетях предлагают установить в этом месте шлагбаум. Может, тогда количество ДТП снизится. Цирковые трюки можно увидеть не только под куполом, а и на дорогах Крыма. На трассе Таврида между селами Крымская Роза и Ароматная. Подростки устроили опасное шоу. Неизвестно, оценили ли этот номер водители, ехавшие за машиной. А вот другой случай, связанный с детьми. В этот раз аварии избежать не удалось. Водитель КАМАЗа влетел в забор, чтобы не наехать на школьников. ДТП произошло в селе Колодезное Симферопольского района. По словам очевидцев, никто не пострадал. В Севастополе развернулась операция по спасению дельфина. На берегу казачьей бухты волонтеры всю ночь дежурили рядом с больной Афалиной. Млекопитающему удалось помочь. Через время дельфин вернулся в море. Сейчас ветеринары пытаются его найти, потому что терапия не окончена. В Крыму ожидают известного американского актера Дольфа Лунгрена. Сюда он приедет для участия в съемках фильма о Великой Отечественной войне. Звезда боевиков исполнит роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельтмана. Съемки будут проходить в начале лета и следующей весной. В Севастополе на берегу моря были замечены болтливые чайки. О чем переговаривались птицы, можно только догадываться. А я знаю, о чем говорили чайки. И о чем же они говорили. Они обсуждали приезд к нам в Крым голливудского актера Дольфа Лунгрена. Ну, вероятнее всего, да. Это такая громкая новость, потому что настоящая звезда на нашем полуострове довольно редкое явление. Да, но мало того, что он планирует не только сняться в наших отечественных фильмах, а я скажу, что это даже трилогия, и она посвящена Великой Отечественной войне, но также он хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. И еще более того, он хочет пройтись в колонии бессмертного полка с фотографией своего дедушки, который тоже принимал участие в боях в 45-м году, но как англичанин. Абсолютно верно. Но я тоже знаю одного человека, который бы с большим удовольствием встретился с Владимиром Путиным. Это кто? Это наш корреспондент Ксения Шарпановская, которая прямо сейчас находится на улицах Симферополя и готова нам рассказать, что же там происходит. Ксения, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Саша, Салия, доброе утро, крымчане. Я не знаю, почему так сложилось, но прямые эфиры у меня почему-то выпадают на пятницу. То ли я люблю всех поздравлять с пятницей и грядущими выходными. Не знаю, кстати, по поводу выходных, они обещают быть теплыми. Сейчас довольно солнечно, плюс 6 градусов тепла. В течение дня температура воздуха прогреется до 13 градусов. Год назад, правда, было гораздо теплее, 18, но ничего, у нас все впереди. Впереди и Пасха, и там уже майские, не за горами. Уверена уже большинство предвкушения шашлыков, отдыха на природе, кстати, яркими и приятными моментами своей жизни вы можете поделиться и с нами. Хочу напомнить, мы есть во всех соцсетях, в Инстаграме, в том числе, поэтому подписывайтесь, делитесь фото, видео. Самые интересные моменты мы покажем в эфире. Студия, вам слово. Большое спасибо, Ксения. Действительно, у нас есть соцсети, которыми мы рады делиться с вами, дорогие друзья. Если вы будете направлять нам туда какую-то интересную информацию, она непременно выйдет в эфир и будет озвучена нашими ведущими. Ну, а у нас, я напомню, есть страницы в Инстаграме, а также ВКонтакте. Так и называемся «Утро нового дня». Находите нас, подписывайтесь и, конечно же, будьте мобильными репортерами. Если вы стали свидетелем какого-то очень интересного события, необычного, обязательно присылайте нам это видео. Мы его покажем в наших рубриках, что постоянно, в принципе, и делаем. Скажи, пожалуйста, читала ли ты произведение «Чук и гек»? «Чук и гек» нет, не читала, к сожалению. Так получилось в моей жизни, что я пропустила. Это произведение моей молодости. Два брата решили отправиться на север к своему отцу. В общем-то, речь-то не об этом, а о том, что современный Чук точно живет в одном из прекрасных городов, кстати, недалеко, в Астрахани. Что же он сделал, почему он вдруг стал Чуком? Ну, он не совсем, правда, на север отправился. Восьмилетний мальчик решил совершить кругосветное путешествие. Собрал самое необходимое. Энциклопедию, разумеется. Молодец какой, похвально. Разбил свою копилку и оставил маме записку о том, что «Мама, не жди меня скоро, я уехал в кругосветное путешествие». Но я бы еще добавила, что помимо энциклопедии он взял с собой игрушечный самолетик и банан. Не знаю, зачем ему все это понадобилось бы в путешествии, но, тем не менее, вот такое снаряжение он взял и отправился в путешествие. Но, как стало известно, ненадолго его хватило, да? Мать не оценила подвига настоящего первопроходца Конюхова. И, в общем-то, позвонив в полицию, путешествие не продлилось долго. Три часа мальчик попутешествовал, успел пересесть в три маршрутки и даже перейти по мосту через Волгу. Ну, в общем-то, когда его нашли, он признался, что очень устал. И я его понимаю. Но, на самом деле, это совершенно не смешная ситуация для мамы, которая, наверное, очень сильно переживала за своего ребенка. И, к счастью, что его удалось так быстро найти, что с ним все хорошо оказалось, и что вот такой самостоятельный ребенок, что поделать. Но все те, кто готов путешествовать, кто имеет тягу к этому виду деятельности, для вас следующий сюжет. Маяк – музей морской тематики, фисташковые оливковые деревья. Мыс Айтодор богат природными сокровищами. Прогуливаться здесь можно часами, если вы не боитесь крутых подъемов. Каждый уголок таит загадки, разгадать которые может даже самый невнимательный гость. Можжевеловый лес, римский военный лагерь, термы, бани в сочетании с живописными скалами и Черным морем образуют единый природный ансамбль. Местность одувает морской бриз, а воздух здесь целебный. Здесь все живет по законам Черного моря. Именно оно формирует погоду и настроение. Несмотря на то, что еще на улице Февраль здесь уже расцвели нарциссы. В ходе раскопок на мысе обнаружены развалины казарм и руины старого маяка, которые возводили еще греки. Кроме развалин старинной световой башни, здесь лежат остатки римской крепости Харакс. Римская терма на территории бывшего Советского Союза. Она единственная и находится у нас на маяке, на территории маяка. Вот в этом здании была парная, были комнаты отдыха, где гладиаторы устраивали помывку и отдых. Воду отсюда доставляли с горы Айпетри. Прослеживаются все помещения, которые должны быть. Раздевалка, парная, помывочная и открытая площадка для физических упражнений. Когда-то в эту арку в баню входили гладиаторы. Сейчас, как вы видите, тяжело пройти даже мне. Считается, что вода была привозной. Хотя кто бы строил крепость в отсутствии пресной воды? В термах выделялись комнаты для холодных и горячих ванн. Недалеко от римских бань древние бастионы. Чтобы к ним добраться, далеко в лес идти не нужно. В нескольких метрах от дороги оборонительные укрепления. От казематов остались огромные камни. Бастионы окружают краснокнижные можжевельники и величественные дубы. Ну, посмотрите, на скале, практически на скале стоит дуб. И тоже не меньше, чем эта физиашка дикая. Наверное, тысячу лет это однозначно. Каждый, кто побывает здесь, словно попадает в царство моря и камня. С древних времен этот острог считался ориентиром для мореплавателя. Неподалеку от маяка сохранился древний лес, где когда-то ходили римские легионеры. Кажется, что здесь все незыблемо. А скалы и лес в ожидании очередных гостей, которые также пытаются раскрыть некоторые тайны древнего мыса Айтадор. Ольга Литвиненко, Анатолий Эгеев. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Культура с Куприяновой. Каждый понедельник в 19.30. Маяк передаёт лёгкую музыку. Всё готово? Готово. Мы можем начинать. В эфире Первого Крымского смотрите программу «Крымские истории». И вспоминать вы их будете вместе с нами. Я Эмилия Люлькун. Я Вячеслав Анин. Мы приглашаем вас в гости. Чтобы иметь будущее, нельзя забывать прошлое. Но как помнить то, чего мы не знаем? Очень хотелось бы симферопольцам пригласить гостей Крыма на такую вот ярмарку. Увидеть Крым таким вы сможете только с нами. Ну что ж, есть прекрасная новость для симферопольцев. Дело всё в том, что хорошо известно, что наш город очень сильно засорён самовольными постройками. И вот 51 такую постройку анонсировали. Они будут снесены эти постройки. Буквально сегодня. Вчера было принято такое решение администрации города Симферополя. Я напомню, что, наверное, самая главная самовольная постройка незаконная – это куб, который по-прежнему стоит на своём месте. Но будем надеяться, что и он в скором времени исчезнет с лица нашего города. Ну, я думаю, что не только такие изменения грядут в нашем городе. Конечно же, в первую очередь будет и озеленение. Будут высажены новые цветы в новых, необычных для нас уже крымчан. Но и об этом мы поговорим с нашим гостем. Но сейчас у нас другое. Мы будем говорить о новостях интернета. И тут я узнала, что, оказывается, в Севастополе один парень решил совершить такой вот героический поступок для своей любимой. Он решил ограбить косметический магазин. И сделал это, ну, очень неожиданно. Облачился во всё чёрное, в общем, как настоящий грабитель. Проник туда, украл всё, что ему необходимо было, какие-то косметические средства. Когда его охранники попытались остановить, он выхватил нож и стал обороняться. Но далеко ему убежать не удалось. Его, конечно же, правоохранительные органы схватили достаточно быстро, буквально на следующем повороте улицы. Так что своей любимой он подарок так сделать и не смог. Он наверняка попал в хроники интернета. Кстати говоря, наши корреспонденты отборно занимаются тем, что отбирают самые интересные новости интернета, чтобы создать из них рубрику, которая освещает, собственно, самое интересное. Итак, новости интернета прямо сейчас. Японию не зря называют страной высокой культуры. Сейчас там набирает популярность новая форма медитации. Взрослые люди с головой пеленуются в ткани и качаются из стороны в сторону, чтобы расслабить мышцы и почувствовать себя в безопасности. Судя по видео, спрос на процедуру растёт. В Свердловской области пьяные жители устроили фаер-шоу. Только место для этого выбрали неподходящее – автозаправку. На кадрах видно, что молодые люди курят рядом с бензоколонкой. И в какой-то момент она загорелась. В Малоярославце путь к знаниям действительно тернист и сложен. Чтобы пройти в школу, нужно преодолеть череду препятствий. Возвращающегося из учебного заведения ребёнка засосало в болото, в которое превратились тротуар и дорога. Французские полицейские объявили о приёме на работу кроликов. Ушастые будут искать контрабанду. На видео девушка с чёрным зверьком на руках рассказывает о преимуществах этих животных перед служебными собаками. Правда, потом оказалось, что нововведение – всего лишь шутка. Якутский парень добровольно убирает мусор. За 8 лет Антон Васильев собрал 7 тысяч мешков с отходами. В свободное от работы время парень помогает семьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. Учиться, учиться и ещё раз учиться. Непреодолимая тяга знаний привела американского козла к школьному автобусу в Юте. Но пройти фейс-контроль ему всё равно не удалось. И погладить, и покататься. В столице барышня растекала по улицам, стоя на гладильной доске. Русская смекалка в действии. Пользователи социальных сетей оценили приспособления. Некоторые даже предложили свои варианты использования доски. Ну что ж, поговорить о Симферопольских улицах, это всегда интересно. Предлагаю прямо сейчас это сделать с нашим гостем, который уже находится в студии. А я отмечу, у нас сегодня в гостях Николай Коновалов, директор муниципального бюджетного учреждения «Город». И как мы уже анонсировали сегодня, будем, конечно же, обсуждать озеленение нашей прекрасной столицы Крымской. Доброе утро. Симферополь, насколько нам известно, в советские годы входил в тройку самых зеленых и красивых городов Советского Союза. Так ли это? Ну да. В Советском Союзе всегда было. И мы сегодня стремимся к тому, чтобы прийти на тот уровень, который был, может, даже и лучше. А скажите, что уже для этого сделано? Ну, сегодня мы готовим. То есть у нас прошли процедуры закупки цветов. То есть мы на сегодняшний день в закупках у нас было 38 тысяч цветов. Это начнем посадки уже. Вот буквально на следующей неделе празднует 75-летие освобождения Симферополя. Это Аллея Славы, то есть Вечный Огонь. Там будет высажено более трех тысяч сальвий. Потом будут высажены третисы. То есть будет как георгиевская ленточка. Красная и оранжевая. Да, да. Черная, оранжевая и красная будет вдоль всей аллеи. Вот мы также будем высаживать в сквере Победы. Там более тысячи штук цветов. Потом высадим к дню Чернобыля. Это на памятнике Чернобыля тоже высадка будет цветов. Вот. Потом высадим на... Ну, не бульвар Франко, а кольцо Бадана-Хмельницкого. Там будет высажено очень большое количество цветов. Также на проспекте Победы, где есть вот напротив Автодели, есть там сделана клумба. Сегодня мы будем там тоже будем высаживать цветы. То есть первым майским праздником у нас должен быть город красивым. Ну и также там планируется еще у нас и апельное озеленение. То есть это будет на опорах цветы. Потом вазоны большие будут, наверное, поставим на пешеходной зоне города тоже с цветами. Ну, большая работа будет делаться в этом плане. Скажите, а сами саженцы закупаются где? Ну, мы проводим процедуру торгового, то есть в чертовозе. Вот, кто выигрывает оттуда. Ну, в основном крымчане. В прошлом году были крымские компании. Скажите, а вот насколько знаю, когда-то в советские годы тоже в Симферополе была такая меристемная станция. С ней сотрудничает город? Конечно, конечно. Они вот высаживали, мы брали цветы, они сами тоже высаживали площадь Ленина. На площади Ленина, кстати говоря, тоже будет очень большое озеленение проведено. То есть будет высажено много цветов. А там же уже высажено много цветов. Там высажено, там же еще есть очень много места. Вокруг памятника есть место. Есть клумба еще одна, если смотреть на памятник, с правой стороны. А кто будет за этим ухаживать? У нас есть такое количество садовников? У нас есть в городе Ленинхоз. Есть, то есть будем ухаживать. Собирается сейчас. Скажите, а вот ситуация с кольцами. Насколько я знаю, очень часто горожане жалуются на их неряшливый вид, отсутствие какого-то дизайна. Очень многие деревья, в частности на площади Куйбышева, устарели уже, они выглядят рыхло. Сегодня решается этот вопрос. То есть там предлагаются многими проекты. Сегодня отбирается проект. То есть будет, что будет. Я думаю, что уже, наверное, будет разрешено. Но главное тополь, чтобы не высаживали, потому что аллергия очень у многих. Нет, нет, ни в коем случае. Что с этими деревьями сейчас будет делаться? С какими? Тополь. Ну, то, что аварийные деревья мы удаляем. То есть у нас есть вырубочные билеты на это. И по плану своего, нашего предприятия, снос деревьев, если не аварийная, глубокая обрезка производилась. Вот она еще производится. Вот вы можете заметить, что на Ялтинской вырезано много. Потом на Старой Ялтинской сегодня мы много режем. Ну, в Комсомольском резали. То есть по всему городу, в принципе, аварийные деревья. Что сносим, но и также глубокую обрезку делаем. Сложно получить вырубочный билет? Ну, да. Для этого нужна комиссия, чтобы там были специалисты, которые выявят это дерево, признают его аварийным. И тогда его можно будет снести. А что будут вместо этого сажать? Во многих городах сейчас тенденция сажать какие-то деревья цветные, пестрые, чтобы их было видно издалека. То есть не просто зеленые, а какие-то бордовые. Ну, вместо них пока так, скажем, решается вопрос. Но так, в принципе, мы все равно высадку деревьев производили. И уже в этом году были высадены и березы. Вот сегодня буквально общественный совет будет садить миндаль. Это вот на набережной. Миндаль на набережной? Да. То есть там есть там и около музычилища в том районе. А климат подходит для них? Конечно. Миндаль хорошо растет. Миндаль хорошо растет. Скажите, а вот насколько я знаю, глава администрации Симферополя заявляла, что впредь озеленения Симферополя и окрестностей будет происходить строго в содружестве с учеными. То есть у нас есть, мы знаем, ботанический сад Багрова. Там серьезная научная база есть и специалисты, которые дендрологи. Есть какое-то взаимодействие с ними? Ну, конечно, наша администрация с ними и департамент городского хозяйства с ними сотрудничает. То есть сегодня было же и объявлено о том, чтобы какие-то проекты дизайнерские, то есть ландшафтные, даже ученики, выпускники КФУ нашего предлагали. То есть есть уже и предложения. Ну и также сотрудничаем недавно, скажем так, зимой еще. Было и совещание было проведено со специалистами КФУ. То есть взаимодействуем обязательно. А вот я еще хотела бы такой момент уточнить. Дело в том, что буквально год назад говорилось о том, что вот на кольцах у нас будут высаживать не просто цветы хаотично, а в виде каких-то композиций, например, бабочек или пчелок или еще чего-то такого. Ну, сегодня это сейчас такое решается. Не отказались от этой идеи? Нет, не отказались. Нет, нет, ни в коем случае. Там сегодня решаются вопросы, обсуждается это все со специалистами. Там же нужно сделать еще и полив как-то предусмотреть. Вот сегодня мы и технические условия берем на то, чтобы открыть полив, чтобы там не поливать машиной, как мы в прошлом году, допустим, делали, а чтобы было стационарное, то есть капельное орошение. То есть потихонечку город приходит на капельное орошение? Конечно, конечно. У нас центр, пешеходная зона, там автоматический полив деревьев в тумбах. Потом улица Горько у нас, газон весь поливается. Тоже уже полив не так, не с лейки и не машиной, а там есть стационар. Вот это гораздо экономнее, безусловно. Конечно, конечно. И довольно-таки качественный полив, и там хорошо растет, очень трава, она зеленеет. Приятно смотреть. А я вот хотела такой еще момент уточнить. У нас ведь в городе очень много любителей, которые наверняка позарятся на эти красивые цветы, экзотические, и будут их либо выдергивать, а некоторые будут топтать, портить. Вот посаженные буквально на площади Ленина цветы вы видели в озонах, уже есть. Ну, не боитесь, что хулиганы либо выдернут, либо... Есть уже прецеденты, что уже поворовали немного цветов, уже будем подсаживать. Сколько поворовали? Ну, там немного пока, но... Что делать? Может, все это надо ограждать? Мы подсаживать будем, но будем надеяться на все-таки... Порядочность. Порядочность и культуру наших людей. Скажите, а у вас... Когда красиво, оно же должно быть красиво. У вас есть какое-то любимое дерево, которое бы, вот вы сказали, что для Симферополя самое то же? Ну, я так не хотел сказать сразу. Ну, а дома, может, цветы какие-то вы выращиваете особенные? Нет, нет. Некогда выращивать, у нас все на работе. Все в городе выращиваете? Везде этим занимаетесь? Некогда абсолютно в доме. Как я понимаю, наибольшее внимание будет все-таки сосредоточено именно в центре города по озеленению. Ну, я думаю, что не только. Ведь недавно мы слышали, что вот рядом с рынком, привозом, там будет впервые высажена аллея из роз. Да, будет там проектируется, в принципе, и намерение есть сделать сквер. Даже сквера где именно? Ну, это вот от рынка московский и в сторону привоза. Если вы на выезд из города по Киевской ехать, то с левой стороны. Это большая территория. Да, да. А что там сейчас? Сейчас там стоянка автомобилей и стихийный рынок. То есть стоянки не будет? Да, не будет. Нет, там просто на зеленую зону заезжают. Что, конечно, вот уже говорит о культуре многих наших автолюбителей. К сожалению, это действительно так. Да, да. Ну что ж, похоже, нашему городу цвесть. Должен, должен так сказать. Мы с небольшим нетерпением ждем, потому что с аллеей искренне любим наш Симферополь и хотим, чтобы он был самым красивым в южном федеральном уровне. Мы сегодня могли бы обратить внимание, что на Воровского улице поднижены газоны, то, что у нас как брустеры были сегодня срезаны, выровнены все. То есть подготовлено под посадку, будем сеять травку, то есть будет газон, будем стричь его уже не триммером, а газонокосилкой. И как это модно сейчас в европейских странах, можно будет лежать на этом газоне, отдыхать, есть что-нибудь? Ну, в солнечную погоду, наверное, можно будет. Большое вам спасибо за рассказ. Я думаю, что все так и будет. И искренне желаю, чтобы все ваши начинания были исполнены и город был у нас самым красивым. А я напоминаю, у нас в гостях Николай Коновалов, директор муниципального бюджетного учреждения «Город». Большое вам спасибо. Ну что же, для того, чтобы растения хорошо росли, нужна хорошая погода. Климат Симферополя, в общем-то, к этому благорасполагает. Ну а о нюансах, какая погода именно сегодня нас ждет, в следующем нашем сюжете. Климат Симферополя Климат Симферополя Климат Симферополя Ну а сейчас мы предлагаем снова вернуться к нашей южной столице, к Ялте. К сожалению, не удастся нам совершить там путешествие, потому что существует некоторая проблема, с которой столкнулись ялтинцы, и их дом оказался над пропастью в буквальном смысле этого слова. Климат Симферополя О том, что останется без урожая, Яна уже и не думает. Стоит пойти дождю, вода зальет трещины, размоет землю, и часть дачи обвалится в пропасть. Аварийную ситуацию создал сосед, затеявший рядом строительство. Сначала на этом месте пока еще был косогор, он постепенно его срывал, углубился уже в мой участок метров на пять, на шесть. И за вот эти четыре месяца он все время обещал начать возведение опорной стены, подпорной стены, но так к работам и не приступил. Как потом это все будет восстанавливаться, каким образом, я на сегодняшний день не понимаю. Чем руководствовался мужчина – один из множества вопросов, на которые ответов нет. Встретиться с ним лично не получается, на звонки отвечает редко, а говорит всегда одно и то же. Я завтра буду сам с тех, кто мы встретимся, и все, я буду начинать. Яна, если я равно эту стену буду делать, и все, буду вот это, что там, разрушится, я буду восстанавливать, Яна. Я это сказал тебе, если я сказал, я делаю. Пострадали и застройки, и другие садоводы. Здесь ситуация не критична, но кто знает, что будет дальше. Выращивать овощи и цветы большего Михаилу Петровичу не нужно, но делать это становится все труднее. Часть огородов не зашла, но жаль соседей, на них вообще уже, как бы, им целое горе. Четыре месяца пустых обещаний показали – соседу верить нельзя. В конце марта Яна пожаловалась в городскую администрацию. Решением проблемы занялись сотрудники департамента муниципального контроля. Им, кстати, тоже не удается связаться с горестроителем. Данный факт был задокументирован сотрудниками департамента, составлен соответствующий акт. На настоящее время департаментом проводятся контрольно-надзорные мероприятия с целью установления разрешительных и иных документов, послуживших основанием, либо их отсутствия направленного уведомления смежному землепользователю о приостановлении каких-либо строительных работ, а также приведения в соответствие земельного участка путем установления противоползневых заборов. Как противоползневая стена поможет висящему над 15-метровой пропастью участку, люди не понимают. Ситуацию нужно решать срочно. Обращаться в суд не хотели до последнего, но другого пути уже не видят. Арматура с зеленой леской указывает на границы соседской территории. Между участками находится муниципальная земля. Несмотря на это, работы велись и здесь. Почему? Это также предстоит выяснить сотрудникам муниципального контроля. Стефан Филатов, Александр Кровец. Утро нового дня. Прямо сейчас я предлагаю обратиться к не менее актуальной теме, к теме пробок, потому что как раз сейчас пик наступает, в общем, и Симферопольцы спешат на работу на своих личных транспортных средствах. Это означает, что большая часть дорог может быть перегружена. И я вам хочу рассказать, какие именно части Симферополя следует избегать автомобилистам. Итак, традиционно центр города, в общем-то, стоит в пробках. Площадь имени Куйбышева. По направлению к площади все улицы стоят в пробках, потому что, в общем-то, въехать на кольцо довольно сложно. А вот от пробок далеко не везде, от кольца далеко не везде проблемы. Наибольшая затрудненность движения находится вниз по улице Киевской. Мы видим, что по отношению к кольцу там движение полностью остановлено. Что же касается площади имени Советской площади, то улица Ленина в обе стороны тоже затруднена в движении. Мы видим, что она упирается в перекресток с улицей Караимской. Это традиционное место заторов, поэтому по возможности старайтесь его избегать. Подобная же ситуация находится на улице Воровского по направлению к центру. Улица стоит, потому что сложный перекресток с улицей Шмидта всегда вызывает затруднения у автомобилистов. Давайте обратимся к улице Севастопольской, которая тоже является традиционным местом пробок. Итак, как в общем-то и бывает, по Севастопольской по направлению к центру люди стремятся попасть на работу, разумеется. Есть некий затор, но он непродолжительный и в общем-то ограничен улицами Дмитрия Ульянова и Трубаченко. В этом районе рекомендуется не стоять, объезжать его. Что же касается площади Московской, куда мы сейчас обратим свой взор, то там ситуация более благополучная и небольшой затор есть по направлению к кольцу от вокзала. Но в целом ситуация благорасполагает, и если есть возможность объехать через этот район улицу Гагарина, то рекомендуем вам это сделать. В целом периферические улицы города Симферополя не затруднены в движениях и по возможности используйте их, чтобы не стоять в долгих многочасовых заторах. К сожалению, час пик всегда в нашем городе есть некая проблема, потому что центр города запланирован очень давно. Город у нас старый и, как это и бывает, в общем-то узкие улицы неблагорасполагают к большому количеству транспорта. Но я думаю, что на самом деле потерпеть нужно до лета. Дело в том, что уже летом начнут убирать с маршрутов старые автобусы, старые общественные транспорты, а как мы знаем, что он как раз-таки и заполняет большую часть дорог. И с 1 июля в России вводятся новые правила, что без валидаторов, без системы ГЛОНАСС маршрутки ходить не могут. Но я думаю, что к этому времени многие не успеют перестроиться, и поэтому частному перевозчику некоторые свои автобусы придется убрать. Ну что же, прямо сейчас я предлагаю обратиться непосредственно к улицам Симферополя. Прямо на них находится наш мобильный корреспондент Ксения Шавропановская, которая готова рассказать самые актуальные известия с улиц. Интернет вещь непостоянная. Иногда он, да, подводит. Ну ничего страшного, потому что мы, в общем-то, готовились к этому и знали всегда, что интернет — это коварная вещь. Мы предлагаем вам, собственно, отправиться в путешествие с нашим следующим корреспондентом, но, впрочем... Которая побывала в Ялте и увидела, как там прекрасно уже сейчас весной, где можно совершить путешествие. И вам она поведает о тех местах, очень интересных. Так что давайте вместе с ней совершим эту экскурсию. Когда мы говорим о Ялте, все сразу представляют горы, набережную, пальмы и большое количество туристов. Пора показать город с другой стороны. Его история богата на интересные факты. Улица Русвельта находится в самом сердце Ялты. По архивным документам значится как первая в городе набережная. Здесь находится здание бывшей городской думы, построенное в 1897 году архитектором Николаем Тарасовым. Рядом известная гостиница «Крым». Но, к сожалению, видно, что оба здания нуждаются в реставрации. Когда-то гостиница принадлежала графу Мордовину. Здесь был его доходный дом. Справа знаменитый графский проезд. С его именем, кстати, связан архитектурный казус. На картах 1917 года он обозначается в другом месте. Дальше по улице торговые ряды. Сейчас в них современные магазины. На верхних этажах – жилые квартиры. Эта часть города благоустроенная и очень ухоженная. Правда, дорога узкая и неудобно гулять из-за припаркованных машин. Сворачиваем в ближайший закоулок. Таких в Ялте много. Особенности строительства в горной местности. Карту я не смотрела. Доверюсь интуиции и прохожим. Вот вы, если выйдете, посмотрите, сохранены арки, ворот, куда загоняли кареты. Если я все верно поняла, значит, по прямой должна быть улица Дрожинского. Параллельно ей находится улица Светлого. Так, нам сюда. Местные жители в названии делают ударение на букву «Е». Хотя свое имя улица получила в честь революционера Якова Светлого. Идем по прямой к легендарной улице Дрожинского. Вот потом Низима-Сандровская старая, потом до актера, что да. Местный народ отзывчивый. С удовольствием рассказывает о родном городе. Галина Евдокимова переехала в Ялту в детстве. И прожила здесь всю жизнь. Старую часть курорта знает вдоль и поперек. Вот это вот новое построили. Те, которые курортниками были. Это старое. Это 1900 с чем-то в году. Или в 17-м, или в 16-м. Вот это вот. Вот где я живу, Дрожинка 19, у меня 1912. А как у вас внутри дома? Осталось еще что-то от истории? Или он только внешний? Нет, ничего не осталось. А все переделали. На самом деле не все. На Дрожинке есть что посмотреть. Хозяева некоторых домов постарались сохранить первоначальные элементы облицовки. Вот это детский дом, видите? Вот он с камня так сделал. Это греки так строили дома. Чисто вот пехи, чистый вот камень. А татары они строили здесь так, это самое, чисто глина. Сам Леонид Свершок живет в здании 1905 года. Помнит, как однажды в гости заглянули потомки бывших владельцев. Таких домов здесь много. Они пересекаются с современными, построенными уже в советское время. Кто здесь только не жил. Улица похожа на петляющую ленту. Почти все постройки здесь имеют вековую историю. Например, в этом доме в 1914 жил Юрий Дрожинский. В честь него и названа эта улица. А практически в каждом доме находится кафе, магазин или гостиница. Сочетание весьма необычное. За счет этого выглядит улица очень колоритно. Так и хочется зайти в каждый подъезд и дворик. Да и люди тут приветливые. Это единственный домик на Дрожинке остался, который вот... Именно Дрожинка была вот такая вот. Тут 20 домов было, вот такие домики. Маленькие? Ну да, тут рыбаки жили. Ходит легенда, что место для жительства они выбрали не случайно. Какая погода ощущалась на этой улице, такая же ждала их и в море. Рядом с маленькими деревянными и глиняными домами вход в один из самых старых дворов. Уже каменный, построенный при Николае Первом. Над аркой висит номерной знак еще с 1836 года. И вот это у нас такой домик образовался. Это купеческий. А пойдемте, это ворота уже современные. А знаете, какой именно купец там жил? Купец Ломаев. Сейчас почти в каждом доме современные технологии и ремонт. Но до сих пор в закромах жители периодически находят разные сюрпризы из прошлого. Я в сараю себе копался, нашел две лапты таких вот. Здесь написано 1836-1838 год. Прачечная стоит. У нас здесь стоит казан такой, в котором белье варят. Ключа у меня нет. И ванна мраморная. Да, вы что? Да, мраморная, цельная ванна такая стоит. К сожалению, попасть в гости нам не удалось. Ключи Александр не нашел. Верим на слово и идем дальше. А вот на этой стене сохранились остатки объявления, датированной 1902 годом. Что это было, сейчас сказать сложно. Ялта – место контрастов. И если вам кажется, что были вы везде, то загляните в старую часть города, которая каждый раз открывается по-новому. Татьяна Балыкина, Рустам Файзуллин. Утро нового дня. Ну что же, Ялте буквально вчера исполнился 181 год. Это довольно много на самом-то деле. Следующий наш сюжет посвящен тому, что произошло в сегодняшний день много лет назад. 5 апреля по старому стилю, 770 лет назад, произошло рядовое побоище. Это одна из самых известных битв в истории России. Сражение состоялось на Чудском озере. Рыцарям немецкого Ливонского ордена противостояли ратники Новгородской республики во главе с князем Александром Невским. В итоге русские воины загнали крестоносцев на тонкий весенний лед, одержали победу и отразили нашествие западных завоевателей. 5 апреля в 1977 году с конвейера Волжского автозавода сошел первый серийный автомобиль «Нива». Модель можно смело называть первым в мире внедорожником малого класса. Работа над созданием автомобиля началась еще в 1970 году. Инициатором разработки стал председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Он желал создать вариант «Жигулей», которому было бы по силу ездить в условиях бездорожья. В этот день, 28 лет назад, была основана российская авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Для подразделения была придумана эмблема – щит на голубом фоне, которого ромб из четырех самолетов. Пилотажная группа является участником праздничных мероприятий и традиционных авиапарадов. 5 апреля 1913 года датский физик Нильс Бор заложил основы квантовой теории строения атома. Его идея впоследствии привела к созданию стройной теории движения микрочастиц квантовой механики. 5 апреля в Ялте появилась на свет актриса театра, кино и телеведущая Эвелина Блёданс. Она играла в комик-группе «Маски» в стиле немого кино. В этом сериале девушка исполняла различные роли, но зрителям больше всего запомнился образ медсестры. Также Эвелину не обошла популярность рекламной телезвезды. Фото Блёданс часто мелькают на обложках известных глянцевых изданий. Сегодня свой день рождения отмечает Алексей Волков. Российский биатлонист – единственный в истории семикратный чемпион Европы. Восьмикратный чемпион России, призер этапов Кубка мира, четырехкратный чемпион мира по летнему биатлону, заслуженный мастер спорта России. Ну что же, прямо сейчас с нами на связи наши коллеги из новостной редакции. Наверняка они нас уже слышат. Сергей, здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Саша, доброе утро. Сергей, у нас сегодня такая интересная тема обсуждалась, связанная с озеленением Симферополя. Как вы считаете, какая часть нашего города заслуживает наибольшего внимания в этом смысле? Знаете, я считаю, что абсолютно любая часть, даже уже озелененная, заслуживает еще и дополнительного озеленения. И я двумя руками буду голосовать за то, если вдруг в каком-то мало озелененном районе города появятся новые насаждения. А помогать высаживать будете? Честно говоря, с удовольствием. Вот возле моего дома лично есть несколько деревьев, которые в аварийном состоянии. Это многолетние тополя. И мы предлагали уже взять их убрать и посадить туда какие-нибудь клены культурные, может, хоть даже яблони. Лучше кедры. Но пока что дело стоит на том же, к сожалению, месте. И сам высаживать, и сам заниматься своим городом я буду с удовольствием. Ну что же, дай бог вам помощь в этом деле. Что у вас на повестке дня сегодня? В этом выпуске новостей мы расскажем о ближайшем будущем мэра Евпатории. Какие государственные выплаты ожидают семьи, которые усыновят первого ребенка? И как ялтинцы отмечают день рождения города? Все это и многое другое. Смотрите в выпусках новостей и не переключайтесь. Спасибо большое, Сергей. Будем смотреть, конечно же, сразу после завершения нашей передачи. Потому что мы подходим к концу. Наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Впереди большие выходные. И мы желаем, чтобы все они у вас прошли ярко, интересно и красочно. А главное, творчески. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы следующая неделя началась хорошо. И наши корреспонденты, кстати, не будут спать и хорошо отдыхать в выходные дни, а будут работать, чтобы вам сделать интересный сюжет. Ну, а я надеюсь, что сегодня вам было с нами интересно, потому что мы очень готовились и старались, и подобрали для вас только самые интересные новости и интересные обсуждения. Поэтому надеемся, что нам удалось поднять вам настроение. До новых встреч на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok